16 подсудимых, большинство из которых высокопоставленные военные чины, обвиняются по нескольким статьям. От халатности и присвоения чужих средств до служебного подлога. Как следует из материалов дела, именно эти факторы и стали причиной, которая привела к взрывам в Арысе летом 2019 года. 24 июня рано утром на складах войсковой части номер 44 859 начали взлетать в воздух боеприпасы. В результате в Арысе оказались уничтожены сотни домов. Три человека скончались, десятки пострадали. Согласно расследованию, которое провело военно-следственное управление Следственного департамента МВД, главная причина – халатность и хищение средств, которые как раз и направлялись на борьбу с нею. Как выяснилось следствие, боеприпасы хранились в перегруженных хранилищах, слишком близко расположенных друг от друга. На складах нарушены температурные режимы хранения, отсутствовала возможность вентилирования помещений. Но главное, с 27 мая по 24 июня не работала система пожароохранной сигнализации. А система пожаротушения отсутствовала вообще. Средства, выделенные на нее по назначению, так и не дошли. В то утро первым загорелся порох, которого, по идее, на складе не должно было быть. И хранился он также с нарушениями. Затем пламя перекинулось на склады с боеприпасами. Причем обо всех нарушениях, по версии следствия, знали как столичные, так и местные офицеры. Мы сегодня будем рассматривать пять ханатайцев, поступивших на адвокат и подсудимых. Полковник Канат Актанов, руководитель управления начальника тыла и вооружения вооруженных сил, обвиняется в халатном отношении к службе и нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. По тем же статьям проходят начальник главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил полковник Иржан Омаров, в том же списке полковник Асад Бралин, Ассаладин Саржанов, Боржан Ниязов и майор Марат Сарсенов. В халатном отношении к службе обвиняются майоры Куаны Шоспанов и Руслан Омаров, а также полковники Юрий Каракальчев, Мирамбек Жосупов и Адамат Аепергенов. Командир войсковой части 44 859 Кобжан Нурмахамбетов и заместитель начальника Шимкенской районной эксплуатационной части Руслан Кушенов обвиняются по двум статьям. 189 присвоение или растрата чужого веренного имущества и 369 служебный подлог. В присвоении или растрате чужого имущества также обвиняются начальник Шимкенской районной эксплуатационной части Малик Абдрахимов, сотрудник Шимкенской районной эксплуатационной части Жомар Джон Узбеков и предприниматель Сурен Дукаян.